Анатолий Пахомов отметил достойную работу Департамента строительства при подготовке к Олимпиаде, а также наградил сотрудников грамотами и благодарственными письмами, отметив, что все проекты были в полном объеме завершены. Мы победители. Мы действительно в полном объеме реализовали все мероприятия, которые были нам определены. И мы сделали так, что все отрасли городского хозяйства сегодня имеют достаточно хорошую подготовку. За время реализации краевой целевой программы, которая стартовала в 2008 году, строительными подразделениями города освоено более 34 миллиардов рублей. На эти деньги построен ряд социально значимых объектов. В частности, построена ряд школ. Построена школа в Салахауле. Построена лучшая, считаю, в Российской Федерации школа номер 100 на тысячу мест в Веселом. Построена очень красивая новая современная школа в Центральной усадьбе совхоза «Россия-38». Построен ряд детских садиков. Приведено к единому архитектурному облику более 700 домов. Также очень большая работа проделана по строительству различных коммуникаций. Практически все работы по строительству были выполнены в срок. Деятельность департамента на этом не завершается. И на ближайшие годы уже есть планы. Сейчас главная задача – возведение новых дошкольных учреждений. Также в этом году начнется работа по проектированию школы в микрорайоне «Мамайка» и селе «Верхняя Беранда». А еще в городе стартует программа по строительству нового микрорайона в селе Детляшка. Там землю под застройку получают многодетные семьи. На данный момент этот микрорайон не обеспечен коммуникациями. Там нет ни дорог, ни сетей. Деньги на это предусмотрены. Мы начинаем вообще с нуля, с расчистки, от зарослей кустарника, деревьев. Туда выходят люди, размечают участки. А мы уже собираемся проектировать, планировать и дорожную сеть, подведение коммуникаций. В результате в ближайшее время на территории Большого Сочи появится микрорайон с плотной застройкой, с малоэтажными и частными домами для многодетных семей. По словам Анатолия Пахомова, последний раз город возводил подобный жилой микрорайон более 30 лет назад. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.